Здравствуйте, уважаемые друзья, как мы... Ну вот, надеюсь, уже запись пошла. Здравствуйте, уважаемые друзья, прямой эфир, Орча Медиа, Некст ТВ. Мы по-прежнему стараемся освещать самые актуальные и острые вопросы нашей страны, нашего общества. Сегодня, неожиданно, довольно, первомайский суд Бишкека оправдал всех подсудимых по октябрьским событиям. Фарид Анязова, Курсана Асанова, Дениша Молдакматова, Алмазбека Атамбаева, тут я бы в скобочках поставил восклицательный знак, Кимилана Султанбекова, Каната Сагенбаева, а Фарида Анязова отпустили из-под стражи под домашний арест прямо в зале суда. Сегодня нашей гостьей стала активистка Айджана Мурсан. Айджан, рад тебя приветствовать. Ты была активной участницей октябрьских событий в 2020 году, комментировала потом, тоже весьма активно все происходящее. Ну, давай начнем с решения суда. Как тебе вообще, действительно, Кыргызстанский суд вдруг неожиданно стал самым гуманным, справедливым и адекватным судом в мире? Спасибо, я пешком постою, да? На самом деле, я в это не верю. Ну, в плане, я не верю в то, что наш суд может вот так в одночасье, хоп, и стать гуманным. Нет. Но я понимаю, что происходят политические некие процессы, внутренние подковерные договоренности существуют. Я убеждена, что, наверное, вот в этом формате это так и происходит. Почему? Потому что по другим показательным каким-то судебным разбирательствам мы понимаем, что нет, наш суд несправедлив. И это достаточно очевидно, и мне кажется, мало кто с этим может спорить. Единственное, то, что я могу сейчас сказать откровенно, что я не то чтобы удивлена, но я в какой-то степени, на какую-то маленькую небольшую дольку, я рада того, что все-таки какой-то, наверное, есть доля разума, да, в нашей судебной системе, раз, и, возможно, какой-то ответственности за свои решения, да, не под дочетно определенным там власть имущим, конкретно отдельным людям. И это радует. Радует, что они могут принимать какие-то ответственные решения. Но точно могу сказать, что по фигурантам вот этого всего октябрьского, я не знаю, как это назвать, в Акханабии, да, которая произошла в октябре, и я где была активной, одной из самых активных участниц, да, я могу сказать, что тогда надо было судить нас всех. Ну, это правда. Надо было судить нас всех, тех, кто вышел на площадь. Надо было судить тех, кто вышел из тюрьмы и туда не вернулся потом. Надо было судить всех, кто стоял там под этим памятником, окруженный толпой людей. Я еще раз говорю, Макс, это по справедливости. Это когда работает закон. Это когда существует реально демократия в государстве. Вот тогда можно говорить о том, что это будет справедливо. А то, что происходит сейчас, ну, мы как бы все это понимаем. Это политические такие некие процессы мсти, можно даже сказать, да. И как бы сам наш голова, он не стесняется, он не скрывает это, да. В прошлом, последнем интервью он вроде это все прекрасно озвучил. Поэтому я так думаю, я сейчас Америку не открываю ни для кого. Скажи, вот меня на самом деле удивила двойственность нашего суда. Почему? Потому что сегодня, с одной стороны, было два события таких более позитивных. Это оправдание вот всех перечисленников. Сегодня вроде бы как Болоту Тимирову суд постановил вернуть изъятое оборудование. Но нашего коллегу, директора телеканала Next TV, Талая Душинбиева, за перепечатку, понимаешь, новости, за то, что в эфире бывший глава КНБ Казахстана сказал какую-то ересь, ну, то есть, понимаешь, его оставили под стражей. Как вот к этому относиться, когда человек, журналиста, медийщика, который ничего плохого не сделал, более того, ну, как бы по логике и по закону медиа не несут ответственности за то, что в прямом эфире говорят их интервьюируемые. Вот как к этому относиться? На твой взгляд, почему вот такая двойственность, такая политика двойных стандартов? Ну, слушай, Макс, я считаю то, что в принципе понятие демократии, свободы слова, это в первую очередь свобода СМИ и печати, правильно? То есть, когда власть, когда люди, у которых сосредоточена власть, начинают борьбу со СМИ, с отдельными активистами, с блогерами, это говорит о чем? Это говорит о том, что правда не на их стороне. Когда человеку нечего бояться, когда человеку нечего скрывать, он позволяет говорить о нем все, что угодно. Почему? Потому что он требует каких-то определенных доказательств. А когда рыльца в пушку, Макс, вот тогда ты начинаешь преследовать журналистов, тогда ты начинаешь преследовать блогеров, активистов и так далее, угрожать им, пытаться их запугать и так далее. То есть, смотри, а что касается директора Next TV, да, канала, на котором мы сейчас с тобой вещаем, видимо, не договорились. Вот как-то так у нас происходит, понимаешь? Где-то, видимо, не сумели сломать, да, не сумели как-то, возможно, человек принципиальный. Вот понимаешь, что меня бесит, вот честно, Максим, меня бесит то, что в нашей стране не работают законы, конституция в том виде, в котором она есть. У нас работает договоренность. Вот это меня очень сильно раздражает. Ты можешь пойти отмазаться от штрафа, ты можешь пойти отмазаться от того, что ты сбил какого-то человека. Ты можешь быть тварью-педофилом и насиловать детей маленьких, да, и при этом избежать наказания за это. А почему? А потому что закон, он не работает. Работают связи, землячество, братание, вот это друг с другом, клановость какая. Вот я об этом кричу каждый раз. Об этом я, вот с этим я пытаюсь бороться. Но насколько тяжело люди готовы вообще против этого выступать, потому что это образ жизни уже, это ментальность. И вот, ну, как бы я не удивлена, что следующими, возможно, будем мы с тобой, потому что мы говорим откровенно и прав. Слушай, вот это очень, это очень, на самом деле, интересная тема. Почему? Потому что всегда, когда ты начинаешь, я с тобой тут полностью солидарен, с тобой начинаешь об этом говорить, тебе раздраженно говорят, ну, вы же выходите, вы же можете себе позволить что-то говорить? И меня всегда, знаешь, это тоже немножечко раздражает, потому что вот это как раз-таки нормальная ситуация, это когда медиа, когда гражданские активисты говорят, причем говорят же мы, мы говорим либо правду, либо озвучиваем те вопросы, в которых мы хотим разобраться как минимум, указываем на те язвы, которые мы считаем важными для того, чтобы их излечить. И это нормально для любой стороны, где, как ты уже сказал, верховенство права, закон един. Ненормально, когда происходит обратное, когда вызывает удивление то, что ты как бы еще можешь что-то говорить. Но я тебя хотел спросить о другом. Я, раз уж у нас сегодня тема октябрьские события и что это было, ты как человек, который видел происходящее изнутри, а на твой взгляд, все-таки что это было? Мятеж, ну вот известная тоже из МОСАКа, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Вот на твой взгляд, что это было, мятеж, революция или госпереворота? Ну, если хочешь, я тебе расскажу с самого начала. С удовольствием. Как это происходило. Почему я вообще вышла на площадь, это было 5-го числа, когда были выборы, день выборов, и я помню результаты. Мы ждали с командой, со всей результаты, и наш штаб, он располагался недалеко от площади, да. И первые результаты, когда вышли на телеэкране, я увидела первые цифры, я поняла, что все. Ну, то есть все. У народа отобрали право голоса. У народа отобрали право решать и влиять на их будущее. Слушайте, ребят, вы вспомните, из-за чего все это началось? Это же была какая-то, это сюр какой-то был, когда с выборами происходили какие-то страшные вещи, когда у нас коррупционные партии, партии воров проходили в первых рядах выборных, да. И когда я увидела эти цифры, я просто поняла, что в данном случае снова решил вопрос деньги, связи и так далее. Ну, то есть возмущение мое было, оно не против конкретно какого-то одного человека было. Оно было против вообще этой системы, потому что это страшно. Это страшно, что живя в 21 веке, живя в независимом, свободном, демократическом Кыргызстане, я не имею права решить, кого я хочу видеть своим представителем во власть. То есть это было настолько для меня последней точкой, что я взяла флаг Кыргызстана и пошла на площадь. Я вышла на площадь, я высказала очень такое яркое, записала видео, да, которое потом разлетелось миллионами просмотров и так далее и тому подобное, и винтики завинтились. Что произошло на следующий день? Мы, в ту ночь мы не стали стоять, мы разошлись. Почему? Потому что была ночь и приехало пять этих автозаков, там, тысяча милиционеров выскочили на площадь. И наши ребята просто говорят, нас сейчас просто здесь всех повяжут, давайте будем давать повод и выйдем завтра. Ну, окей, мы вышли завтра, прямо с утра. И что самое удивительное, я, глядя на тех людей, кто вышел, я была в шоке от того, что, Максим, ты знаешь, у нас город, Бишкек, столица, она обычно очень пассивна. Они обычно не принимают участие в политических каких-то событиях, они не активны в каких-то революциях, несмотря на то, что у нас их было много. Но горожан было очень мало зачастую. И я, наблюдая на то, кто пришел на площадь, в каком количестве, и это были действительно, это были действительно практически все наши вот знакомые люди, да, и публичные личности, и обычные люди. И это был такой микс, и это была такая офигительная, я извиняюсь за это слово, умопомрачительная атмосфера там. Почему? Потому что ни у кого даже мысли не было брать белый долг, ни у кого даже мысли не было какой-то переворот совершать. Мы собрались для того, чтобы высказать, что мы не согласны с тем, что происходит сейчас, вот в тот момент в стране, в выборной системе. И я тебе точно могу сказать, что уже к моменту, когда стемнело, когда включились телефоны, фонарики, когда уже начали выступать певцы, да, чтобы держать толпу. Вот тогда пришли человек 300, 300 наемников. И сейчас, спрашивая даже у тех, кто там был на площади, много раз я спрашивала, ребят, вы помните, вы же там были, вы помните, с чего началось вот это вот желание побежать на белый дом? А это были ребята, которые в количестве там от силы 300 человек было, от силы, с учетом того, какая толпа была на площади, их было вообще ничтожно мало. И они первые сделали вот этот вот мув по направлению к белому дому. Наши люди, которые пришли на наши митинги, когда я лично призывала всех, когда я лично звала людей не быть равнодушными, эти люди не пошли на белый дом. На белый дом пошли люди, которые целенаправленно воспользовались этой ситуацией, потому что это было классно. Это было, вот это был момент силы и единства действительно народа и кыргызстанцев. И то, что произошло потом, я считаю, что это просто узурпация власти, потому что в момент, когда уже беглый президент сбежал, нужно было срочно создавать какие-то, делать какие-то условия, и не нашлось ни одного человека, который был бы готов на себя принять эту ответственность. Я находилась там среди всех политических лидеров. Ну, ты помнишь, да, мы стояли под этим памятником, нас не выпускали люди, сказали, нифига, вы это устроили, вы будете здесь стоять. Ну, окей, хорошо. И мы там стояли, ждали и не знали, что делать. Я ходила, ругалась со всеми, ну, зная мой характер, ты представляешь, да, я ругалась со всеми этими лидерами партии. Я говорю, что вы стоите, вы можете что-то делать? Но в итоге, чем это все закончилось, они не смогли элементарно договориться. Вот почему я до сих пор кричу про иллюстрацию, да, потому что все это, вся эта устаревшая политэлита, прогнившая, да, они, они не достойны того, чтобы в будущем иметь отношение к какой-то, какой-то хотя бы власть, да, потому что я хочу, чтобы наши дети жили в более или менее счастливом каком-то Кыргызстане, поэтому я за иллюстрацию. Но они не смогли договориться, Макс. И из-за этого в течение нескольких дней был полный беспредел, страшный полный беспредел. Власть дербанилась, как хотели. Сымык пошел в сел ГКНБ, этот пошел в сел здравоохранения, тот побежал в МВД, и непонятно, новости лились, кто где, как, кто сел, и совершенно непонятно, кто у руля. И все возможности, которые были, законно решить эту ситуацию, этот вопрос, так же, как это было в 2010 году, создать временное правительство, они были упущены. И, ну, что я могу сказать, нынешние, нынешний наш тандем, они очень шустрые оказались, они, они просто очень быстренько сориентирулись. Я не знаю, было ли это спродюсировано или у них самих мозгов хватило, не знаю. Но сам факт, то, что они воспользовались ситуацией, да. Я лично, я лично не выходила 5 октября за то, чтобы сегодня продовольственная корзина была выше 5000 сомов на одного человека. Я извиняю, пенсионеры выживают, просто вешатся и все, что в стране происходит. Я за это не выходила. И за это ответственны те люди, которые взяли на себя власть. Айзян, у меня после твоего спича сразу несколько вопросов появилось, давай с первого начнем. Окей, прошли выборы в 2020-м партии «Скандальный Берембик», «Мекинем Кыргызстан», что, собственно, и послужило триггером для возмущения народного. Но потом было еще несколько выборов. Мы голосовали и за Конституцию, мы голосовали и за президента, потом мы голосовали уже и за парламент. И признаться, результаты этих выборов сказали, что вроде как честные. И даже никто не вышел их оспаривать. Но качество и парламента, и конституционной реформы, и других выборов, оно тебя, как гражданина, вдовлетворило. Может быть, не только в выборах дело, но и в том, что вот та самая активная, сознательная часть перестала голосовать, а электорат у нас, ну, как бы стал такой довольно народный, тот самый, который потом резал коняшек, оставлял внутренности, танцевал андижанскую польку, и благодаря которому, собственно, все эти вещи после неразберихи первых дней октября 2020 года, ну, собственно, привели к тому, что мы имеем. Ну, меня за это не любят, за то, что я часто ругаю кыргызстанцев. Ну, ты сам знаешь, да, что я являюсь таким одним из... для битья груши у народа. Почему? Потому что я очень часто высказываю то, что неприятно слышать. Я согласна с тем, что да, каждый народ заслуживает то, что имеет. Но точно могу сказать, что вот да, да, сознательная часть, возможно, действительно разочарована. Но есть еще такой нюанс, знаешь, что сознательная часть всегда причастна. Всегда причастна. Через родственников, сватьев, бабарих, да, то есть какие-то связи там между собой обязательно находятся. И даже у этой осознанной части всегда есть какая-то выгода. Я поэтому и говорю о том, что Кыргызстан никогда не сдвинется с мертвой точки, пока он не научится уважать себя. Каждый гражданин этой страны не научится уважать себя. Не позволит делать из себя петрушку. Не позволит вешать себе лапшу на уши. Не позволит себе продать свою совесть и родину за 2000 сомов, жалко. Вот только тогда, возможно, какой-то сдвиг будет. Я это часто говорю. Но конкретно в этом случае я не верю в честность выборов, Макс. Честно. Вот хоть как. Для меня выборы, состоявшиеся, это тогда, когда есть свыше 70% явки. Это правда. Вот почему я всегда возмущаюсь, когда там явка свыше 50% выборов состояли. Это не состоявшиеся выборы. Это фикция. Потому что из этих 50%, 30% однозначно будут подтасованы. Ну потому что у нас люди в принципе не ходят на выборы. Потому что это вот здесь вот уже сидит. Потому что никто не верит в это ни во что. И, естественно, в прозрачности, честность выборов, ну совершенно не приходится здесь говорить. Вот единственный, кого я увидела реально, кто выбил себе место среди депутатов, по-моему, это был Пекешев, да? Пекешев, да, Стан. Который все-таки выбился. Но я видела, как он проводил свою агитацию. И я так думаю, что вот там уже ничего невозможно было сделать. Потому что он работал прям по подъездам с людьми. И мне кажется, что вот в данном случае это была такая победа заслуженной. Еще один вопрос по поводу того, что изначально, я думаю, ты тоже это помнишь, все-таки некоторую часть из, ну дабы никого не обижать, что ли, из интеллигентного крыла революционного тех дней все-таки как-то во власть интегрировали. Мы помним назначение Телека Тагазиева на пост министра сельского хозяйства. И оказалось в правительстве тоже ненадолго. Джан Ченебаева тоже получила должность. Но, ты знаешь, все эти назначения, такое ощущение были, ну что называется, для отвода глаз. Во-первых, потому что довольно быстро перечисленные мной персоны теми или иными путями были выведены. И несмотря на первичные заявления новых властей о том, что вот дорога молодым, дорога компетентным, дорога профессионалам и прочее, 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 спустя какое-то время мы увидели какие-то, ну порой даже страшные, повергающие в ужас назначения. Мы помним господина Аламкадыра Бейшиналиева на посту министра здравоохранения. Мы помним огромное количество иных сторонников господина Садыра Джапарова, которые порой, ну вот честно, обвергали в уныние, потому что невозможно было проверить, что люди с подобным уровнем интеллекта и адекватности вообще куда-то могут прийти, особенно в управляющие органы. Что ты по этому поводу скажешь? Я считаю, что каждый человек выбирает себе друзей по своему собственному уровню. И что ожидать от человека, который там условно сам не блещет. Поэтому надо было думать этим молодым ребятам, прежде чем идти. Ну как бы я говорила об этом. Я много об этом кричала и лично даже высказывала. Ребят, подумайте, прежде чем соглашаться на вот эти вот какие-то подачки сейчас. Потому что это же однозначно это просто, ну вам косточку кинули, просто чтобы вы заткнулись. Вам косточку кинули, эту же косточку кинули народу для того, чтобы народ сказал, а все, какие-то изменения пошли, какой-то сдвиг начался. Но вот в чем отличие, наверное, политика реального человека, который занимается политикой? Я почему говорю, что политика это не игрушки, политика это, ею занимаются, да? То есть это целая наука. В политику не играют, в нее не заходят вот так с улицы, да? То есть политика это наука, к которой нужно быть готовым. Это стратегия, это планирование, это дальновидность. И, конечно, то, что люди соглашаются на такие какие-то вещи, это очень было недальновидно. Но я не знаю там деталей, да? Я не знаю, какие были договоренности у молодежи. Но это очередной, очередной показатель для людей, которые, видя вот это вот все, продолжают верить и говорить там, да, что вот мы придем к чудесным изменениям, мы будем тут в Швейцарии, да? Ну, то есть уровень наивности нашего народа иногда просто поражает. Это раз. А во-вторых, я считаю, просто обманывать людей, это, ну, как бы не то, чтобы плохо, да? Это вот банально, нельзя, но-но-но. Нет. Это же ведь и неумно, потому что неблагоразумно. Вот так вот вводить заблуждение людей, потому что есть пословица про мальчика, который все время кричал «волки, волки», а когда «волки» пришли, ему уже никто не поверил, да? То есть ложь, она тоже должна быть дозирована, правильно? Ну, как бы здесь учить я никого не собираюсь, но я считаю, что это очень недальновидные поступки, потому что у него был аж был офигительный шанс, просто замечательный шанс делать что-то классное для страны и уйти на пенсию, да, в лаврах, в почетах, с улицами в твою честь, с детьми в твою честь. А в итоге, чем это все заканчивается? Мы же прекрасно это понимаем. Ну, детей в любом случае называют, как мы знаем. Вот недавно меня тоже поразил факт о нашем прекрасном, любимом народе, когда в редакцию одного из изданий обратилась семейная пара из Бишкека с просьбой передать, донести до Цадыра Джафарова, что они назвали своих детей в честь его родителей. Слушай, может быть, действительно, ну, как бы, как в другой стране у нашего стратегического, политического и экономического и другого партнера говорят, народ у нас не тот. Может быть, действительно, народ у нас не тот, Айзер? Ты знаешь, я очень люблю кыргызстанцев, правда. Почему? Потому что мы удивительно добрые и наивные люди. Мы на самом деле 20 тысяч раз будем обжигаться, но все равно будем подходить и будем проверять. А вдруг? А мало ли, да? Я не знаю. Я считаю, что это, конечно, это упущение все-таки системы. За вот эти 30 лет система образования, она очень большой, конечно, пробел оставила. И вот это поколение, которое выросло, да, поколение мигрантов, которые уезжают, детей их, которые выросли без родителей, без ласки, без любви родительской, да, без внимания, без участия государства в их жизни, да, то есть это все, это выросло. Это вот то, что мы сегодня имеем, по сути, да. И кто детей называет, ну, как бы, именами правителей, да, как раз-таки, вот кто сейчас рожает 30 лет, да, как раз за эти 30 лет мы вырастили вот такое поколение. Ну, а что мы можем сделать уже? Есть ряд мер, которые можно предпринять. Ну, ты же понимаешь, да, там, вернуть в вечерние школы, заставить людей читать художественную литературу, элементарно Шекспира, да, перевести, возможно, на кыргызский, если люди не знают русского, да, и читать его на кыргызском, почему нет? Но этого же не происходит, Максим. Вот я как писатель, например, все время возмущаюсь, да, я удивляюсь даже, и мне горько от этого, что я знаю людей, которые никогда в жизни, никогда в жизни своей не познакомятся с творчеством Шекспира, Джейн Остин, Шарлотты Бранте. Никогда в жизни, почему? Потому что их нет, их нет на том языке, на котором они говорят, а другой язык они учить не могут и не хотят, это не важно. Важно то, что это величайшая классика, это мудрость заложенная, да, в этих строках, это тысячелетиями передававшаяся, там, столетиями из поколения в поколение, да, и обучающая нас, один король лир чего стоит, чему он может нас научить, да, какой любви, какой порядочности и так далее. Это недоступно для огромного количества людей. Вот я об этом, я о том, что, наверное, не так, чтобы нация плохая, а просто целое поколение выросло беспризорникой, никому не нужной. Получили независимость, да. Тут немножко добавлю. К сожалению, ты знаешь, я вот сейчас активно изучаю наш любимый родной кыргызский язык, и моя преподавательница, чуть ли не каждый урок сокрушается по поводу того, что кыргызы не то, что вот там, не знаю, ты говоришь, Шекспир, Бранте и так далее, они, к сожалению, в частности, часто не знакомы с произведениями Чингиза Айтматова, Косыма Танистанова, Аллы Куласмонова и Баилинова Косымова, понимаешь? То есть мы говорим с тобой о каких-то венцах, о шедеврах, о жемчужинах мировой культуры, но у нас даже нет государственной программы по поддержке отечественной литературы, понимаешь? А нам ведь есть чем похвастаться. Мы так любим называть себя древними, крутыми, самыми лучшими в мире, самыми мощными и так далее. Но, мне кажется, иногда это довольно необоснованно. Айтан, все-таки хочется от философских тем перейти к конкретным. Слушай, немножко покритиковали, давай его позитивно поговорим. Все-таки сегодня состоялось довольно историческое событие. Суд впервые, Первомайский суд оправдал людей, причем которые находятся в явной оппозиции к власти. Скажи, не является ли это сигналом для оппозиции, для оппозиционных политиков, для гражданского общества, что, возможно, власть, понимая кризисной ситуации, понимая, что война в Украине, санкции, наложенные на нашего главного экономического и так далее партнера, и вот вся эта неустроенность и нестабильность глобальная, общемировая, ну вот как-то и внутри нашей страны как-то попытаться все-таки договориться, чтобы не помимо внешних потрясений, чтобы вдруг ненароком не возникло потрясений внутренних. Как ты считаешь? Ну я вот как раз хочу сейчас начать в процессе начала написания новой книги, как раз это жанр фантастика, поэтому я, наверное, вот могу предположить, что не исключено и такое, хотя я очень-очень далека от того, чтобы реально в это поверить, но если мы будем говорить про позитивное, то возможно здесь есть доля правды, почему? Потому что ведь война в Украине, она же не отражается только на украинцах и россиянах, ведь это касается всего мира. И то, что мы сегодня, извините меня, столкнулись с продовольственным кризисом небывалого масштаба, и по ближайшим таким самым оптимистичным прогнозам к сентябрю нас ждет просто хаос на рынке, то я так думаю, что они должны понимать. Ну как бы если верить в то, что все-таки там homo sapiens, способные к размышлениям, то, возможно, они понимают, что сейчас нужна поддержка всех ресурсов, которые есть. То есть, возможно, умы нужно привлекать уже, не просто раздавать родственникам, знакомым, сокамерникам места, а как-то вот уже вкладывать, возможно, в какие-то там, я не знаю, человеческие ресурсы, которые способны подтянуть сейчас эту проблему. Я недавно разговаривала с промышленниками, с нашими, они мне сказали, Айджана, вы знаете, что мы говорят? Практически. Даже по… Есть 9 продуктов, да, 9 продуктов, которые обеспечивают национальную безопасность, да, то есть есть такой список, в том числе хлеб, яйца, мясо и так далее, да. И в этих 9 продуктах, по идее, каждая страна вот эти 9 продуктов должна обеспечить на энное количество лет, чтобы выжило государство и народ, да. Мы импортозависимы в этих продуктах, понимаешь? То есть мы даже хлеб свой не делаем. Мы на 80 процентов зависим от хлеба, понимаешь, импорта. И это страшно. Страшно то, что грядет. А грядет… Это не только у нас, это по всему миру. И здесь конкретно вины нынешних властей. Нет, да. Это ситуация такая. Ну, надо же что-то с этим делать. Вот давай представим. Все-таки у нас часто говорят, критикуешь – предлагаешь. И вот, несмотря на то, что ты относишься к жанру фантастики, все-таки давай представим, что нынешние наши власти, понимая всю сложность ситуации, все-таки готовы к консолидации, готовы к диалогу, готовы к тому, чтобы, ну, скажем так, принимать какие-то конструктивные предложения. Вот ты, как активистка, Айчана, что ты можешь предложить по этому поводу в наши тяжелые времена? Срочным образом менять или дополнять законы о налогах по отношению к нашим местным производителям. Я вот, насколько понимаю, сейчас, например, наши производители платят наравне с импортом. Вот ровно столько, сколько импорт сюда завозится, сколько там платится налогов, ровно столько наши платят. А смысл нашим заниматься тем же хлебом, если, по сути, они по деньгам, они проигрывают. Поэтому это один из главных вопросов, которые я бы сейчас поднимала. Почему? С учетом того, что грядет зима, и сытый народ – это довольный народ, и вот сейчас нужно активно заняться вот этими вещами. Я слышала про то, что они сейчас кредитуют под какие-то 16 процентов, вроде аграрникам они сделали какие-то кредиты государственные, но там очень много нюансов, где эти законы работают в пользу каких-то частных компаний, нежели для предпринимателей наших. Ну, то есть это очень такая глубокая тема. Если поверхностно сказать, я вот предлагаю вот этим заняться, на уровне законодателей. Просто принимать законы, даже копируя с каких-то соседних стран, которые уже с этим вопросом... Ой, не надо, слушай, по поводу копирования законов... Они же любят это делать! Они же любят это делать! С какой страны мы обычно... Ну, слушай, ну пусть копируют хорошее, ну сколько можно всякую шлак нести сюда, пусть уже что-то приличное скопируют, раз сами придумать не могу. Сейчас мы с тобой договоримся, и будет принят закон о дискредитации, будет принят еще какой-нибудь закон об иностранных агентах, и мы с тобой благополучно в этом списке окажемся. Давай, не надо. Хорошо. Я предлагаю копировать хорошее. Можно же учиться? Не учиться плохому, а учиться хорошим у людей. Айдзян, мы сейчас уже по времени, смотрю, у нас буквально остается несколько минут, и тем не менее я хотел бы подвести небольшой итог с тобой. Все-таки как с человеком, который в 2020 году, в октябре, был активным участником событий, на протяжении этих двух лет, активно комментировал происходящее в нашей стране. Вот давай, прошло практически уже два года. Можешь назвать хотя бы, ну давай по три негативных и позитивных перемены, которые произошли с Кыргызстаном за это время, со времени, ну давай называть ее со времени третьей нашей революции? Ну смотри, вот сейчас даже навскидку, да, давай начнем с хорошего, да. Что я заметила? Сейчас очень активно стали заниматься налоговой системой. Я понимаю, что на этом пути ошибки неизбежны. То, что они сейчас вообще туда залезли и начали ковырять вот эту вот систему и уже 30 лет устаревшую как, да, налоговую нашу. И то, что сейчас пытаются они таким образом поддержать государство, это очень хорошо. Я считаю, что это большой плюс. Плюс я за то, что в последнее время, вот я вот активно тоже участвовала в этом, наше государство поддержало вывод из теневого бизнеса, вот эти вот мобильные аппараты и так далее, все, что связано с сетями, да. Я считаю, что это очень тоже хорошее, правильное направление, потому что оно выводит нашу страну из теневой экономики. Мы не будем покупать хакнутый телефон, да, у нас будет все от официалов. И третий момент, конечно, то, что я могу сказать, да, это, наверное, задатки вот этого, или, по крайней мере, стремления, да, я не говорю про османы и так далее, но я про стремление улучшить, да, какую-то инфраструктуру в городе и вообще в целом в регионах, да. Вот в последнее время очень много капсул закладывается, да, то есть какие-то вещи, которые не, и это не связано ни с религией, ни с какими-то там другими вещами, а связано конкретно с народом. Вот эти вещи мне, ну, мне это нравится, честно. Я вот в этом я готова их поддерживать. Главное, чтобы капсулы закладывались не только под зданиями ГКНБ, а я-то знаю, что на вас там смотрю, у нас в основном, в основном почему-то строят здания именно органов Государственной Азии. Не, ну вот я слышала, какой-то парк они собираются там капсулу заложили, что-то еще, да, ну, то есть вот в этом направлении нужно идти, да, конечно, я говорю же, это не касается Османа и госрезиденции новой, да, которая там несколько лярдов обойдется нам, да, я про другое, я про то, что касается непосредственно народа. Что плохого? Плохого однозначно могу сразу сказать Баткен. Вот эту ситуацию решить не мог, и на самом деле она решается довольно легко и просто, если понимать, да, и если чуть-чуть все-таки проявить какую-то силу, да, немножко. Но вот здесь вот очень сложно, и поэтому я говорю, это огромный минус. Я не знаю, когда это закончится. Сколько наших ребят, наших сел, женщин, детей должно пострадать, прежде чем хоть что-то будет предпринято в этом направлении, да. Второй момент, который мне не нравится, так это бесконечная лапша. Бесконечная лапша и позерство, да, это те вещи, которые меня страшно, дико раздражают. Ну, хорошо, сейчас он стал ходить там в национальной одежде какой-то, да, местных производителей. Ну, слушайте, ребят, куртки за 16 тысяч долларов, ну, имейте совесть, ну, правда, ну, имейте совесть. Тут у вас народ в обмороке на улице от голода падает, да, а ты позволяешь себе выходить на публику, да, кататься на спутере в жилетке за 16 штук баксов. Ну, слушайте, я все понимаю, но какую-то совесть надо иметь элементарно. И третий момент, это позиция вот этого вот нерешительной амебы, да, когда ты не можешь высказать очень четко свою позицию по конкретным вопросам. Посмотрите на Такаева, да, который, казалось бы, в какой-то момент у меня было ощущение, что он вообще до свидания, да, салам алейкум, а в итоге на последнем саммите, где они встречались, он проявил настолько себя, как мужчина, да, что я сказала, боже, я все, я этого чувака уважаю, да. Ну, то есть хотелось бы от нас, от нас немножко какой-то жесткости, да, то есть высказать какую-то свою четкую позицию, да, какая бы она ни была, да, и так, и так вас в любом случае найдутся те, кто поддержит и кто не поддержит, но выразите вы ее в конце концов, да, то есть вот это вот как у Данте, да, есть самое страшное отведенное место для неуверенных и нерешившихся, не принявших решения, оставшихся в нейтралитете. Они всю жизнь, там, вечность будут страдать в этих, да, в этих, да, в этом чистилище, да, и это самое страшное для них наказание для неопределившихся. Поэтому я считаю, что, наверное, все-таки для того, чтобы завоевать уважение на каком-то мировом политическом поприще, да, наверное, нужно быть более жестким и более конкретным. Адям, спасибо тебе большое, с удовольствием пообщался, как всегда, было крайне приятно. Ждем твою новую книгу фантастическую. Кто знает, ты знаешь, вот я, честно говоря, наблюдаю, что некоторые предсказания Сорокина и Телевина сбываются. Напиши что-нибудь хорошее. Пусть и твои хорошие предсказания сбудутся. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Макс. Нашим зрителям, напоминаю, что в гостях у нас была активистка, писательница Джана Мурсан. Next TV, Archamedia, продолжите свою работу. Оставайтесь с нами, берегите себя, всего доброго. Продолжение следует...